Опа! Пускаются! Ой-ой-ой! Быстрей, быстрей! Ёша! Здравствуйте! Здравствуйте! Я прошу прощения, что лишил вас возможности смотреть. Спасибо большое! Спасибо, ребята! Спасибо огромное! Простите еще раз, что я не дал вам возможность посмотреть футбол и заставил вас ждать много часов. 13-часовой обыск завершен. Какое-то, видимо, случилось преступление века, потому что мы знаем, что в этой следственной группе 160 следователей. Это что-то нечто странное. В Москве не случалось большего преступления, чем то, которое расследует сейчас. Но вот 13 часов у меня дома был обыск. У меня изъяли все телефоны, начиная от современных и заканчивая какими-то древними, которые там нашли. Все компьютеры, все... Ну, у меня там телефон будет. Вообще, подарите вам. Все. У меня остался только такой домашний телефон, поэтому в этом смысле я где-то оказался в 20 веке в этом смысле. Леш, как настроение? Настроение отлично. Я могу... Чем я? Очень доволен, что вся следственная группа в полном составе сказала, что вступит в мою партию, когда я ее создаю. Все 13 часов я им рассказывал про «Газпром», про «Гунвор», про «Шувалово» и так далее. И это было совершенно замечательно. А где вы завтра будете? Завтра мне вручили повестку, а вызови на допрос. Завтра на 11 часов. Я так понимаю, точно так же, как и всем остальным. Там час и два есть. Ну, а очевиден совершенно здесь этот маневр и трюк для того, чтобы просто завтра мы не пришли на митинг. Но я сделаю все возможное, естественно, от себя для того, чтобы завтра появиться. У нас большой временной разброс, и я сделаю все возможное для того, чтобы прийти на митинг. И, естественно, я призываю всех обязательно участвовать в митинге. Я думаю, что тут, ну, просто даже как-то беспределом это называть банально. Вот какой-то бред, который творится. И вот на лице милиционеров написано, что это бред, и они понимают, что это бред. И вот все эти вещи, которые произошли, я уверен, приведут к тому, что люди придут. Я хочу вот через вас всех передать москвичам, пожалуйста, приходите завтра на митинг для того, чтобы подобные обыски один раз не пришли как-то к вам домой. Почему вы там долго были? 15 часов. Я не знаю. На самом деле, они были ужасно разочарованы. Они пришли, сказали, ну, мы думали, у вас тут 300 метров площадь, и везде золотые вазы. И все это было ужасно долго, потому что каждую сим... Они нашли какие-то сим-карты в кладовках, и все это переписывали очень долго. Старые телефоны, детский компьютер, детские фотоаппараты, все видеозаписи, все видеокассеты, все диски с какими-то записями. Все это абсолютно было изъято, поэтому это шло так долго. Очевидно, цель, во-первых, запугать, во-вторых, предотвратить наш митинг, в-третьих, просто нахапать любой информации, покопаться в ней, найти какой-то компромат и в дальнейшем использовать. Не жалко, пусть смотрят. Я им сказал, почитайте, пожалуйста, сидя вот на всех изъятых флешках, почитайте те заявления, которые я пишу, вы еще больше будете стоять на нашей стороне. Я не знаю, поскольку там не было телефонов, насколько я понимаю, в офисе идет обыск, Жор, где Жор? Как идет? Идет обыск, у нас же в офисе? Нет, они уже не знают. Было сообщение, что нет. Ну, короче, я не знаю, там была какая-то странная ситуация, когда тот следователь названивал этому следователю и говорил, пусть какой-то, мы сейчас будем все резать. Я говорю, ну режьте, что я могу сделать? Это было очень странно, они туда никого не пускали, они препятствовали нашим сотрудникам, которые пытались сюда прийти, но при этом вот грозили, что они сейчас немедленно разрежут двери, сейфы и так далее. Я видел своими глазами у следователя, были просто подписаны бумаги, куда можно вписать. Ну, знаете, как раньше индульгенции выдавали, бумага, в которой написано, что вот такой-то человек, там просто пропущенная строчка, можно вписать имя и записать адрес, и просто с этой бумагой проводить обыск в любом месте. Ну, это вообще абсолютно полнейший... Подписи, причерните, на них уже стоят. На них стоит уже подпись следователя, это абсолютно заверенная всем бумагой, можно вписывать любого человека, там. Он нам не понравился. И проводить у него... Супер, это очень хорошо. На полном серьезе у меня изъяли футболки, там, одна со списком политзаключенных, другая, где написано «Единая Россия партия жуликов-воров». Я настоял, там в протоколе прямо изъятие написано «Изъята футболка с надписью, иди на...». Это реально был сюрп. Ну, в этом во всем, на самом деле, достаточно неприятная вещь, которая произошла, заключалась в том, что в квартире родителей моей жены также происходил обыск, и в тот момент там в этой квартире находилась одна единственная ее бабушка 85 лет, которая, естественно, там до полуобмрачного состояния была испугана, она отказалась открывать им дверь, они там эту дверь чуть ли не резали, все это было как-то очень неприятно и нехорошо. Ну, вроде бы там все благополучно завершилось. Как ваши дети-то отреагировали? А детей нет, к счастью детей нет, они у родителей моих находятся. Мы абсолютно бодры и веселы, конечно. В общем-то, к чему-то подобному мы готовились и понимали, что такое рано или поздно произойдет. Другое дело, что, конечно, к этому нельзя быть готовым на 100%, это все довольно-таки неприятно. Когда приходят люди, начинают все вытаскивать, и... А, нет, я не знаю, пару человек мы можем так вот пустить в квартиру, показать там разгром, который остался, ты можешь порегулировать этим всем. Алик, тебе вы завтра как свидетель вызвали? Вызвали как свидетель, причем, ну, это абсолютно какая-то странная вещь, меня как свидетеля допрашивали, меня же конвоировали специальные спецприемника для того, чтобы допросить как свидетеля уже по этому делу. Ну, это очевидно, что просто собрали всех. А кого еще проводили обыск, расскажите. У Дальцова, Собчак, Сокнин. А, у меня изъяли денежные средства, 10 тысяч рублей. Миллион. У Собчаку, полтора миллиона евро. В этом смысле, Собчак немного не совпал. Алексей, зато сообщили, что оппозиции нашли миллион евро у оппозиции. А у Дальцова... Ну, в этом смысле, мои 10 тысяч рублей где-то лежат внутри этих денег оппозиции. У Дальцова показывает, что в этом журналистском СВ. Что, что? РБ Каутер, дай, что были фейковые понятые. Нет, были совершенно реальные понятые. Одна женщина из соседнего дома, один мужчина, он работает на автомойке. Это были реальные понятые. Обращаю внимание на то, что врань, вот то, что говорит следственный комитет, что ко мне допускали с самого начала адвоката. Это вообще полнейшее враньево. Мы находились 9-10 раз. И мы зафиксировали это состалакт. И даже наши понятые все-таки расписались и подтвердили, что адвоката ко мне не допускали. Маркин утверждает, что сразу запустили. Ну, врун этот Маркин и врет, как обычно. Передайте ему, его синему питью. А что вы с уданиями будете делать с исками, которые Единая Россия... Ну, будем с Единой Россией судиться. И эти милиционеры, которые были, они тоже очень возмущались, что Единая Россия такие мерзавцы. Вы попадете завтра на митинг? Я надеюсь, что я попаду завтра на митинг. Я сделаю все возможное, чтобы попасть завтра на митинг. Но не важно. Главное, чтобы вы все попали на митинг. Чтобы люди, которые смотрят это сейчас, которые знают о том, что происходит, они должны прийти на митинг и тем самым поддержать самих себя и всех нас. Потому что мы понимаем, эти люди будут действовать именно таким образом. Вот сейчас уже не то, что закон не действует и правосудие, даже какие-то формальные процессуальные нормы уже не действуют. Вообще всем наплевать. Если выдают пустые бланки проведения обысков, ну о чем тогда здесь еще говорить? Ребят, 37-й, спасибо вам огромное. Я ужасно рад, что вы приехали меня поддержать. Я обязательно постараюсь быть завтра на митинге. Я призываю вас всех написать ваши уютные жжешечки, твиттерки и так далее, чтобы все обязательно шли на митинг. Идти завтра с нашим мирным, но твердым шествием, с нашими мирными, но жесткими, твердыми требованиями. Давайте, если еще есть какие-то парочки вопросов, я на них отвечу. Лучше идите отдыхайте. Я на самом деле, в отличие, вам пришлось здесь стоять, а я хотя бы сидел на диване и даже посмотрел первый тайм футбола. Ваш прогноз на завтрашний митинг мордобой будет? Нет, никакого мордобоя совершенно точно не будет. Это будет абсолютно мирное действие, и никакого мордобоя не будет, но я ожидаю, что, конечно, придет много людей. А сидячие за бастовки? Сидячие за бастовки, да, это действительно настоящий станет. Здрасте. Каких он взглядов? Он нормальный. У меня все соседи поддерживают, мурут рукой в лифте. Алексей, вы никогда за компьютером поедете? С компьютером проблем, потому что у меня изъято абсолютно все, и в этом смысле моя деятельность парализована, потому что все эти адвокатские досье, адвокатские документы и все остальное, они все сразу забрали, и никак я не просил, дайте мне ко мне, ну, там у меня стоит какие-то системы безопасности и так далее, но в любом случае у меня нет доступа ни к электронной почте, ни к документам моим, ни к клиентским документам никаким, поэтому я думаю, на деятельность распила это практически никак не скажется, на все остальное, мою деятельность, это немножко притормозит, но ненадолго мы все наверстаем. Что заказало? Это... Заказало. Его зовут Путин Владимир Владимирович. Это ваш, мой, мой, Путин вор. Это Путин вор, абсолютно. Путин вор, и для того, чтобы защищать свою возможность воровать дальше, он устраивает все эти вещи. Но я говорю, 160 человек, только следователи, следственная бригада, не существует такого другого преступления, или какого-то якобы преступления, которое вам так расследовалось. Вообще, вот, я не знаю, огромные хищения, теракты в стране происходят, все что угодно. Все не взорвался, что ладно. Ну, ни по одному делу мы не видим таких, такого количества обысков, такого размера оперативно-следственной группы и так далее, и так далее. Друзья, спасибо вам огромное. Мне ужасно рад... Я видел автозаки из-за окошка, поэтому вы помните про то, про новую реальность. Давайте не забудем, не простим, и один за всех. Спасибо вам большое.